Я постараюсь сегодня ответить на вопросы, которые вы задаете прямо сейчас в вебинарной комнате. Также трансляция будет осуществляться в стрим ТикТоке, и я постараюсь быть информативным и быстро отвечать на ваши вопросы. Сейчас я перехожу и смотрю, началась ли трансляция, и начнем. Так, пока там еще моя любимая жена настраивает. Все, есть. Все, хватит, зайчик. Шторочку надо закрыть. Итак, Галина Бранштейтер. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо за защиту Яху Прара. Расскажите, как применять? Сын Александр возле Бахмута чудом остался жив, из 14 человек получил ранение. Переживаю на нервных, скрутила спину, у него еще впереди война. Каждый день используйте метод такой, который называется методом вымаливания. Складывайте руки утром, в обед и вечером. Поднимайте голову вверх немножко и произносите. Пусть вокруг тебя мой любимый сын, пусть вокруг тебя будут только хорошие люди, пусть тебе везет, пусть все двери будут открыты, пусть у тебя будет везение, пусть у тебя будет здоровье, пусть всегда ты будешь с едой и так далее. Делайте это и выполняйте это для него на протяжении дня 3-4 раза, 5 раз в день. Произносите, пусть как можно быстрее ты вернешься домой целый и так далее. Это называется вымаливание, вы, наверное, помните, я раньше об этом говорила. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как помочь сыну вернуться и к жене, и сохранить их супружество? У него очень хорошая жена и заботливая, светлая душа. Ну, раз сегодня предновогодний такой вебинар, то хотелось бы и давать такие советы тоже. Как сделать так, чтобы муж и жена сошлись и вновь начали совместно общаться и жить и так далее. Выполнять необходимо так. Представляете своего сына, если он ушел, или говорите, представляете, будто у него в левом глазу находится фотография жены, и говорите, куда не посмотришь жену, там, девочку эту увидишь, в левый глаз, и запечатываете. При этом, представляете, будто там появляется крестик или ваджа, скрещенный. И говорите, что не будешь слышать, везде будешь слушать и слышать о ней, видеть, о ее, есть будешь пищу, будешь видеть ее, деньгами будешь рассчитывать, это называется привязки. Я об этом подробно рассказываю в своих вебинарах и семинарах платных. Поэтому, если вы поняли, используйте, а если нет, то покупайте, проходите и в дальнейшем используйте. Сажида Муратова, помогите. Дочь решила переехать в Россию, у меня душевный страх, что ждет нас. Ужасно ли нам, мы живем в городе Бишкек, боюсь, очень спасибо. Просматривая вашу дочь, скажу, что ей ничего не угрожает, пусть делает все, что... Андрей Андреевич, спрашивает Елена Уланова, скажите, пожалуйста, в новом году в моей семье все будут живы-здоровы, да? Год будет хорошим, да? Все нормально будет, не надо переживать. Очень понравился вебинар программирования 2023, советы волшебные и очень интересные. Скажите, найду я работу, найдете, в какой области мне работать? Все, что связано с услугами и все, что связано с... Вот у вас будет получаться там... Все, что связано с красотой, приготовлением пищи, клинингом, вот все будет получаться. Вот такая работа вам будет подходить. Как избавиться от водянки в животе? Живу в Вологодской области. Мне все равно, где вы живете. И сейчас вебинар, который не посвящен здоровью. Но раз вы спрашиваете, это то, что у вас водянка в животе, называется асцит. Асцит лечится в случае, если человек принимает аскорбиновую кислоту в больших дозировках. Начните принимать аскорбиновую кислоту в больших дозировках, допустим, 1000 мг один раз в день. И витамин D3 тоже 1000 мг раз в день. Можно какие-либо... Можно принимать, кстати, еще... Ну, не буду это назначать, это не сегодняшний вебинар. Итак, перехожу в вебинарную комнату. Рустам Абултханов. Сейчас я посмотрю, здесь есть трансляция или нет. Есть вроде. Рустам Абултханов. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Неделю не могу вылечиться. Сильный кашель, болит горло, слабость, аптечные препараты не помогают. Слушаю шумы от вируса, пока нет результата. Прописали цифтриакцион. Пожалуйста, подскажите, что можно принять, чтобы Новый год не пролежать. Обычно для того, чтобы человеку выздороветь, необходимо его желание. Мы очень часто настолько сильно устаем морально, психически, физически, что природа нас укладывает. И укладывает нас в постель, чтобы мы полежали. Для чего человек болеет вирусами? Мы очень часто настолько истощаемся. Истощаемся переживаниями, истощаемся какими-то стрессами, неврозами и так далее. Физически очень устаем, переохлаждаемся, недоедаем и так далее. И когда человек ложится, то в случае, если ему сказать, тебе стоит только выбрать здоровье, то он подсознательно будет хотеть, а физически не захочет этого делать. Но тем не менее, когда вы решите это сделать, то начните делать так. Прямо садитесь и говорите, все, прямо с этого момента больше болеть не буду. Как бы рассердитесь на себя, встаньте, походите. Еще выполняйте практику дыхательную. Помните, я и не рассказывал. Эта практика называется «Дыхание патрула Далкара» или «Дыхание по дуйко» можно написать в интернете, где я рассказываю об эффективности во время вирусных заболеваний определенного вида дыхания. Вообще есть очень большое количество видео, где я рассказываю о том, какие есть слога, какие есть мантры, какие есть дыхательные упражнения и даже какие точки надавливать, если человек начинает болеть. Что ему вообще делать? Поэтому, пожалуйста, рассердитесь, соберитесь, искупайтесь, подышите и ложитесь. Полежите немножко, вновь там, когда устанете, отдыхайте, старайтесь это делать без телефона, после чего вновь вставайте, там, через 4-5 часов. Далее, когда человек болеет вирусными заболеваниями, то в процессе его выздоровления активно участвуют гепоциты. И потому что вирусные заболевания обычно поражают, понятно, что они поражают, а вот справляются с ними гепоциты, которые вырабатываются печенью. И иммунными клетками купируются эти вирусы и так далее. И печень особую нагрузку получает в этот момент. Печень, согласно тибетской медицине, поддерживается особыми жирами. И считается в тибетской медицине, что когда человек начинает болеть вирусными заболеваниями, ему необходимо увеличить количество употребления жиров. И, наверное, вы помните, существуют определенные народные такие рецепты, которые рекомендуют в момент того, когда человек болеет вирусными заболеваниями, принимать определенные чаи. Допустим, это бульон, это чай с маслом сливочным. Из таких более реактивных, наверное, и более таких нетрадиционных способов, это питье чая с козьим жиром, с борсучим жиром. То есть все, что может увеличить выделение желчи, стимулировать выделение гипоцитов и так далее. Поэтому, пожалуйста, народный способ. Один стакан молока, 250 грамм, и 4-5 ложек туда свежевыдавленного апельсинового сока. Очень отхаркивается хорошо. Второй вариант. Это чай зеленый, в него добавляется соль поваренная, так, чтобы было солененьким, и добавляется козий жир. Одна столовая ложка. Можно смалец с виной, если вы не мусульмане. И это выпивается, после чего под одеяло ложится человек. В случае, если высокая температура, попробуйте сделать так. Пусть кто-то зайдет с палкой или с кнутом и покричит на вас, скажет, если будешь температурить, как отлуплю тебя этой палкой, и положите рядом с кроватью. Тоже такая лихорадка исчезает. Ну и принимайте антибиотики. Марина, с наступающими праздниками расскажите о каких-то интересных предсказаниях на Новый год. В следующем году война между Россией и Украиной закончится. Украина никогда на протяжении следующих 15 лет не помирится с Россией. И Россия, скорее всего, закроется на железный занавес. И будут большие, как бы, такие изменения в России. Не нужно особо бояться. Какой-то особой войны там не будет. Просто так все, как бы, задохнется. Опять-таки, для того, чтобы есть что сказать, есть предсказания. И известно там, что будет и как. Но дело в том, что определенные лица, которые находятся на территории Украины, в начале этого года потребовали у меня под расписку, что я делать предсказания в открытом эфире не буду. Именно поэтому я постарался те предсказания, которые я делал в начале, поубирать. Оставив только несколько. И сейчас не буду этого делать. Поэтому, извините, когда война закончится, я буду делать после этого предсказания. Свобода победит. А свобода это, понятно, что Рустам ответил. С наступающим Новым Годом, Андрей Андреевич. Я работаю менеджером по продажам уже долгое время. Но не на одной работе. Долго не задерживаюсь с тем или иным причинам. Подскажите, мое ли это, а не ваше. Ищите другое. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. С наступающим Новым Годом. Спасибо. Низкий поклон. Спасибо за благословение на четвертую ступень. Великий учитель. Спасибо. Очень приятно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Моего парня осудили на 7 лет. Идет следствие. Подскажите, когда выйдет на свободу? Выйдет на свободу через 6 лет. Сидеть будет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, в 2023 году моей семьи все будет хорошо? Да. Здравствуйте, Великий учитель. Спасибо за Великий. Я так не думаю, на самом деле. Подскажите, можно узнать, когда я выйду замуж? Зиля, Гедельшина. Ну, ближайшие 3 года не выйдете. Поэтому терпите. Здравствуйте. С наступающим Новым Годом. Подскажите, когда вы... Нет, нет. Никаких выйду замуж не хочу. Мне неинтересно. Поздравляю. Пусть он принесет мир в душе благополучия. Что нельзя дарить во время Нового Года? Смотрите, как все очень просто. Близким и особо дорогим в Новый Год нельзя дарить моющие средства. Говорят, если подаришь на праздник моющие, смоется. Мужчина женщине не должен дарить... Мужчина женщине может подарить кошелек, но не должен дарить ни в коем случае бритву. Ножик, острое что-либо, огнестрельное. Нож нельзя дарить. Это все связано с тем, что если подарить, то разведетесь. Нельзя дарить... Женщина мужчине не должна дарить часы, даже если они очень дорогие. И в случае, если вы дарите часы и отдает вам рубль или еще что-то, как бы вы выкупаете и так далее, это не работает. Не дарите часы ни на стены, ни на полные, ни подокольные, ни подлокотные, ни наручные, ни подручные, ни электронные, никакие. Не дарите часы. Не нужно этого делать, потому что это в дальнейшем может... Часы можно приобрести совместно, но это не подарок. Это подарок семьи для всех, как бы, часы, но носить будет папа. А если женщина во время Нового года достает коробку и дает часы своему мужчине, то это чревато дальнейшим разводом. Также и мужчина с женщиной. Если мужчина дарит женщине часы, она рано или поздно столкнется с тем... То есть пока эти часы будут существовать, совместной жизни не будет. То есть будут постоянно находиться причины для того, чтобы совместных отношений не было. Поэтому часы дарить нехорошо. Мыло дарить нехорошо, моющие дарить нехорошо, режущие нехорошо дарить. Что хорошо дарить? Вязаные свитера хорошо дарить. Это скрепляет отношения. Далее, чтобы успокоился, можно какие-нибудь такие из камня сделанные, пирамидки или бусы, или еще что-либо. Или какие-нибудь живопись красивую. Дальше практически все, что угодно можно дарить красивое. В этом году очень хорошо дарить золотые украшения. Так как в этом году начинается год, который связан с Брихаспати. А Брихаспати это король или император всех богов или всех божеств. И он имеет цвет золотой. И золото, которое кто-либо дарит друг другу, благословляет этого человека на подвиги, на хорошую жизнь и так далее. Поэтому даже кусочек золота, слиток золота, золотая монетка или все, что связано с золотом, это благополучно. И это все во благо, и это все благословляет. Это все во время празднования Нового года одевайте обязательно золотые украшения. По возможности, не обязательно, чтобы это все было на виду. Но постарайтесь золотые украшения на себе во время празднования Нового года иметь. Почему Новый год обычно празднуется и какой смысл елочки? Елочка – это эзотерические дороги человека, в которых человек живет. Что такое дороги человека? Дороги человека – это события, которые могут произойти. Вот каждая иголочка – это какое-то событие. И вот события, грубо, от начала, от корня и до самого верха, до конца следующего года. И сверху мечта, монументальная мечта в виде семиконечной звезды. Это божественные семь начал. То есть это начало восприятия человеческой жизни и радости через обоняние, сязание, чувствование и так далее. Чтобы все радовало, потому что обычно мечта, она не столько предназначена для физического появления в жизни, сколько для утешения, там, самолюбия или, там, улучшения комфорта жизненного и так далее. И большое количество вот этих украшений – это фактически то, к чему мы стремимся и то, чего мы хотим. То есть если на елочке у вас гирлянды, они блестят, то большое количество великолепных, светлых, прекрасных событий. В случае, если у вас на елочке висят украшения какие-либо, там, конфеты для сладкой жизни, ну и так далее. Вот таким образом. Замуж хотите, но должна висеть тогда елочная игрушка, где мужчина с женщиной обнимаются в свадебных платьях. Ну вот так. Татьяна, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, про Млечный Путь эзотерический. Я ничего не знаю про Млечный Путь эзотерический. Я как-то выложил видео такое. И это видео связано с тем, что там я сказал, что Божественная энергия имеет черный цвет. Очень большое количество было комментариев, и люди начали возмущаться и начали писать, что это такое, как это черный цвет, Божественная энергия. Божественная энергия, она должна быть золотой. Посмотри, в храмах там ангелы, и над ними золото, там ауры и так далее. Вы понимаете, Бог есть все. Бог есть свет и тьма. Начало и конец. Помните, азм, есм, альфа и омега. И это такая особенность. Получается, Бог, возможно, имеет цвет золотой, но проявление его имеет определенные цвета, всевозможные цвета. Так, черный цвет – это цвет абсолютной правды. Это цвет абсолютного спокойствия. Это цвет абсолютной земли, вот заземления. Земля черная. Далее, золотой цвет – это цвет расцвета. Это когда человек расцветает, мудреет, когда у человека все получается в жизни. Допустим, если представлять человека золотым, то человек будет более добрым. А если представлять его черным, то человек будет более спокойным. Если человека представлять в черном цвете, то он избавляется от заболеваний. Я как ясновидящий утверждаю, что в случае, если просматривать человека, то очень часто видно в человеке онкологию в виде белых полосочек. Ярко светящихся белых. Также хочу вам сказать, что если в человеке есть что-то блестящее золотое внутри его тела, это тоже нехорошо. Потому что часто такое золотое говорит о том, что какой-то орган болит и поражен. А вот если все в середине человека темное, то это хорошо, то это к беременности, к спокойствию, к теплу внутреннему и так далее. А если белый внутри человек и светится в белом, прям ярко-белом, то это психические отклонения. Так вот в человеке, если, допустим, ментально, то есть в образе, в представлении своем, в иллюзорном мире представить человека черным, он будет выздоравливать. В случае, если представлять человека, его жизнь будет налаживаться. В случае, если золотым, реализация будет происходить. В случае, если белым, то обострение психического. Но в случае, если белым еще представлять, то у человека происходит изменение и появляется совесть. Такой человек может отказаться от применения алкоголя или наркотиков. Это один из поводов бросить. В случае, если представлять зеленым, человек умнеет, избавляется от заболеваний артритов. В случае, если представлять человека синим, то происходит излечение заболеваний ног и печени, и почек. Также человек вылечивает свой позвоночник. Ну и так далее. Это такая особенность. Я когда-то такую янтру показывал, и на этой янтре человек в разных цветах. И вот таким образом происходит проявление в человеке божественной энергии, которая, кстати, может иметь свет и золотой, и белый, и черный, и какой угодно. Почему? Он есть и альфа, и омега. И когда говорят, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, то это говорят не от того, что свет и тьма. Это не говорят от того, что свет и тьма. Это говорят о реакции человека, как он должен реагировать по отношению к Богу, по отношению к своим родителям, по отношению к своей жене. Он должен реагировать по принципу света. Какого света? Свет – это обычно возрождение, когда свет начинает расти растение, свет питает людей теплом и так далее. И человек свет проявляет, он проявляет свою доброту, проявляет свою заботу, проявляет точно так же и к Богу. И Бог тоже проявляет такую доброту и так далее. То есть это чисто человеческое восприятие, а такое более глобальное, эзотерическое, оно чуть-чуть отличается от общего принятого человеческого. Доченька солнышко. Первому мужу подарила свитер, прожили вместе пять лет и развелись. Второй муж начал отношения, подарил мне часы, живем вместе 22 года. Скажите, мы разведемся? Нет, конечно. Опять-таки, есть случаи общие, а есть случаи буквальные. Есть такие виды людей, к которым не относятся обряды или на которых может не воздействовать. То есть это зависит от многих факторов. Это, возможно, нахождение в каком-то эзотерическом модуле. Допустим, там менталитет. То есть вы относитесь к менталитету какого-то народа. То есть я условно говоря это, говорю о людях, которые проживают условно в бывших странах Советского Союза. В случае, если вы проживаете в бывших странах Советского Союза, то это более на вас воздействует. Как это связано? Ну, есть этому объяснение, но оно обширно и давайте я сегодня не буду говорить. А опять-таки, сто человек подарит и ничего не произойдет. А сто первые подарят и произойдет. Вы знаете, мое мнение такое. Если есть возможность не дарить, то лучше не дарите. На всякий случай, знаете. Потому что даже 1% того, что это может повлиять на совместные отношения, не стоит того, чтобы дарить такой подарок. Согласны? Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что в данный с сегодняшнего дня на моем сайте Дуйко Гуру будут новогодние скидки. Они продлятся 3 дня. Сегодня, завтра, послезавтра и в понедельник вечером закончатся. Эта скидка на все инфопродукты моей эзотерийской школы Кайлас минус 30%. Поэтому после этого вебинара вы можете перейти на мой сайт Дуйко Гуру и вечером уже после 9, наверное, выбирать для себя необходимые вам семинары и, возможно, таким образом поздравить себя или своих близких с наступающими праздниками. Так, 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 так. Я 2 года ношу железное кольцо на указательном пальце. Можно и третий год носить? Можно. Скажите, вот вы носите на указательном пальце железное кольцо. Произошли изменения? Если да, то какие? Добрый вечер. Скажите сейчас видео с предсказанием, с показа даты по поводу войны и после покажется в эфире. Тогда все увидят вашу силу. А так это выглядит, как пацану дали по голове. Я бы вас всех положил, но мне тренер запретил драться. Что вы пишете такое? Но мне тренер запретил драться. Послушайте, уважаемые товарищи. Я предсказание об окончании войны сделал. Я его сделал в первых числах апреля. И там предсказание, где я сказал, что война закончится победой Украины. И это все закончится в конце февраля 2023 года. Это видео есть. Оно резонансное. Там очень много людей написало, какой я нехороший человек. Я его не удалял. Поэтому предсказания были сделаны на камеру. А эти предсказания находятся в Ютубе. Можете зайти на мой канал и их найти. Предсказания, когда закончится война, они известны и выложены. Поэтому, что вам сказать? Причем тут тренер? Зачем так много слов? Здравствуйте, ученица ступени. Раньше с легкостью могла предсказывать информацию подробностями, додружив тело. Поток открывался. Говорю и только потом отслеживаю. Это факты из истории и концепции учения. Пытливый ум, но надумала я почитать код, обрести талант оратора. Улучшить себя, так сказать. И в результате меня заткнуло. Прочитаю что-то и не могу. Все связано с тем, что сейчас идет война. И она не только идет на общем плане мировом. И эта война идет в эзотерическом плане. И если раньше, когда мир жил в одной гармонии, когда весь мир как волна создавал волны отката или создавал волны притока, и можно было таким образом снимать информацию. Ее было много. Сейчас из-за того, что происходит влияние, это влияние происходит эзотерическое, оно происходит обширно. Я могу сказать, что около, наверное, 100 тысяч человек ежедневно каким-то образом пробуют повлиять. Как это происходит? Миллион человек ненавидит. Миллион человек что-то желает. Миллион человек боится. Миллион человек. Это все создает бесконечные элементы. Также из-за того, что ясновидящие умеют просматривать, а сейчас просматривать достаточно опасно, потому что если ясновидящий может просмотреть и сказать, что будет дальше, то тогда нужно найти тех людей, которые будут оберегать эту информацию от просматривания. И сейчас происходит специально проявление определенных таких качеств или элементов. Есть целая армия людей, которые создают помехи для ясновидящих, в ходе которых они не могут правильно снимать информацию. Данный год, вот в котором мы живем, и где-то полгода в прошлом году, связаны с тем, что чрезвычайно сложно было и чрезвычайно сейчас сложно снимать правильную информацию для всех. И карты неправильно показывают, информация неправильно снимается и так далее. Необходимы точные данные, то есть не просто там человек Оля, Даира, Галя, Валя, Петя, Вася, а необходимо либо контакт, либо видеть человека, либо дополнительно фамилии, либо фотографии и так далее. То есть такого быстрого снятия информации, как ранее, такого сейчас уже нет, но будет. Если продолжить вот таким образом создавать вот такие ментальные помехи, то в дальнейшем они вызовут излучение, которое будут вызывать извержение вулканов, и это нехорошо на самом деле. Ну, ничего страшного тоже. Сейчас ничего не будет такого. Подскажите, продолжать общение и доверять ли мужчину Дмитрию из Израиля. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Чек, паристаты, картавы, ты намовляя РЛЛ. Очень хороший есть... У меня был мой знакомый. Этому мужчине было 49, наверное, ну, до 50 лет. Его тоже, как и меня, звали Андрей. И зовут. И я когда-то ему сказал, слушай, а ты не пробовал изменить, пообщаться с человеком, который бы помог тебе справиться с твоей дикцией, дефектами твоей дикции? И со временем, прошло время, там один или два года, и он говорит, Андрей Андреевич, я разговариваю и произношу. И Л, и Р. Даже в зрелом возрасте можно научиться произносить данные слога. Просто обратитесь к грамотному специалисту, который вам поможет наработать и справиться с этим дефектом. В целом, если физиологических дефектов нет, то справиться с этим возможно. Правда? Добрый вечер, Андрей Андреевич. С наступающим. Мир это зла в доусим. На данный час затрымався на одни и посаде. Намагаюсь рухаться с паре, какие-то перепоны. Записался на курс разработки веб-сайтов чи на проект-менеджер в IT. Чему я... Ваше... Будет... Все будет выходить у вас. Все гарно. И IT хорошо будет получаться. И разработка веб-сайтов будет получаться. Только чуть-чуть дольше по времени. Пока работаете, занимайтесь тем, чтобы обучаться. Если не отдыхаешь, обучайся. Если не обучаешься, то работаешь. Если не работаешь, то отдыхаешь. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, на прошлое прогнозирование вы советовали завести черную коробку, которая должна была забрать с собой неприятности. Эта коробка есть. Ее нужно просто выкинуть? Да, просто выкиньте ее. В этом году с коробкой не нужно работать. Скажите, Оля спрашивает, я смогу работу быстро найти? Какой вид деятельности? Обратить внимание. Досмотр за детьми, досмотр за престарелыми, работу, связанную со школьниками, там, вот что-то такое. Будет получаться? Вот так. Кунду Сакаева. Помню вас. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В нашей семье большая радость. У меня родился внук. Я очень счастлива. Спасибо большое. Пожалуйста. Викер Инга. Добрый вечер, дорогой Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, я могу купить быстрое замужество. Я живу в Германии. Ну, конечно, можете. У нас на территории Украины, где мы сейчас с семьей находимся, запросто можно приобретать продукты наши, используя PayPal и другие системы для оплаты. Переходите на мой сайт duiko.guru, приобретайте семинары. Быстрое замужество, часть вторая, хороший семинар. Там я рассказываю о том, как убирать венец безбрачия, там и так далее. Очень интересный. Пожалуйста. Влад. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, почему на святые праздники нельзя убирать, резать, шить и так далее? Плохо это или хорошо? На самом деле, спасибо за ответ. Когда происходит когда у человека праздник, то человек у человека включает... Есть такие дни. Это дни, когда у человека хорошее настроение или хорошая эмоция может вызвать у человека яркое событие в жизни. Такие дни это как бы око, которые открывают человеку возможности. Изменяя жизнь, это может произойти на протяжении одного дня во время этого праздника. И в этот день в случае, если порезаться, если какую-то рутинную работу выполнять, очень стараться... Вот смотрите, человека, допустим, мужчин. Вот я помню советское время и первые мои отношения были и я жил с девушкой и ее мама постоянно, каждую субботу и воскресенье, когда все должны были дома отдыхать, она начинала выбивать паласы там какие-то, ковры, обязательно надо было целый день ей что-то пылесосить, вот она целый день что-то готовила, стирала, убирала, поливала на улице, сопала. И нас всех заставляло это делать. И все ждали с ужасом, когда наступит эта суббота и воскресенье. То же самое было на празднике. То есть, когда хотела всем полежать, я могу сказать, что они не стали богатыми, хотя ее муж занимал очень высокую должность, так он и не продвинулся, умер потом от инсульта, бизнес у них не получался, дочь так и не смогла хорошо жениться, замуж выйти и так далее. Я могу сказать, что праздник, он связан с тем, чтобы накормить, чтобы обниматься, чтобы песни петь или танцевать, чтобы полежать там, или, я не знаю, найти чувство радости. В этот момент не нужно начнете резать, порежетесь, начнете шить, уколетесь. В случае, если вам это приносит радость колоссальную, тогда можно. В случае, если это рутина и она вас заставляет страдать, то в празднике это не делайте. Вот мой ответ такой. В случае, если есть праздники и нельзя этого делать, то старайтесь как можно сильнее в этот момент радоваться. Будете радоваться, жизнь изменится именно в этот праздник и проявятся самые великолепные и потрясающие события. Они запрограммируются и в дальнейшем проявятся в вашей жизни так, как вам захочется. Лучше поближе близким будьте. Такой вопрос очень часто человек, который начинает читать мантры или начинает ходить в церковь или начинает двигаться, как он читает, по пути духовного роста сталкивается с тем, что в жизни начинает проявляться все по-другому. Он становится злее, обостряются какие-то моменты. То есть человек, который начинает ходить в церковь, вдруг начинает выпивать, появляются плохие знакомые или человек, который начинает заниматься эзотерикой, там еще за деньги с кем-то разругивается и так далее. Почему так происходит? Это связано с пониманием того, что когда человек начинает заниматься или эзотерическими знаниями, то есть тайнами, тайно читает мантры, молитвы, аяты и так далее, то в этот момент высшие силы обращают на этого человека внимание. А когда высшие силы добра обращают на человека внимание, то для того, чтобы человека... А для чего обращают внимание? Чтобы помочь этому человеку быть более счастливым, спасти его душу. И в этот момент альтернативные или противоположные силы, силы зла, обращают на него внимание. Почему? Раньше им было все равно, но когда на него начинают обращать внимание светлые силы, то темные силы начинают бороться за этого человека, как бы начинают тянуть в его сторону. И в этот момент человеческий выбор, человеческая воля, она и дает возможность человеку остаться на какой-либо из сторон. То есть осознанное восприятие выбора внутреннего человеческого. То есть тот момент, когда вы после эзотерических мантры или читая какие-либо коды, либо заклинания, либо молитвы, и у вас после этого происходит срыв, и вы начинаете или хотите выругаться, или кто-то что-то вам сделал, вы хотите поругаться, поскандалить, обидеться, навредить, ну не знаю, в общем что, сделать там, объесться, напиться и так далее. Или близкие начинают вас тиранить, кричать. В этот момент вы должны перетерпеть и не поддаться на влияние таких деструктивных сил. Вот когда человек после того, когда вы позанимались эзотерикой, начинает на вас ругаться, и вы хотите обижаться, говорите, я тебя все равно люблю и посвящаю свои обиды исполнению моего желания, чтобы скоро я там допустим выздоровела или скоро чтобы у меня была новая квартира и так далее. Почему? Потому что награда за то, что вы перетерпели, будет особенной. И когда человек во время того, когда он хочет обидеться, накричать, нервничать, взбеситься, в этот момент перетерпите и посвятите это своей мечте, и она обязательно в дальнейшем исполнится. Людмила, получится ли у меня с сыном купить квартиру в Греции? Нет. С наступающим вас Новым Годом! Скажите, что ждет мою семью в следующем году? Счастья и рандышка! Иришка Иванова! Добрый вечер с наступающим! Пожалуйста, все будет хорошо с моей семьей, вернемся ли мы домой? Да, вернетесь. И с моим старшим сыном, он остался в Киеве, все будет хорошо, все будет нормально. Уважаемый Андрей, бабушка практически месяц лежит в больнице, сделали операцию, скажите, все будет хорошо? Не сильно хорошо будет. Иванка. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Дуже сильно хочу запытать вас, че варты буду вата манье? Ведносины с росты слава? Варты буду гарна родина. Вот что? Чекала вот Татьяна. Андрей Андреевич, очень хочу быть, у дочери были дети. Удастся ли ей забеременеть? Удастся. Понял. Дальше гадание начинается, я понял, да? Я не заполнила коробку из-под обуви деньгами для улучшения здоровья и понимаю, что не смогу ее наполнить. Можно собранные деньги сложить в вазу и закрыть, или как поступить? Разменяйте на деньги, сделайте просад. То есть возьмите и приобретите что-либо, что будете носить на себе, и таким образом будет это для вас работать талисманом, привлекающим в жизнь ту задачу, которая у вас была. То есть возьмите эти деньги, разменяйте на деньги, приобретите что-либо на эти деньги, что можно носить на себе. Заколочку, там подвесочку. Ольга Загороднюк. Можно ли пользоваться чужими четками? Можно. Безопасно. Наргиза, Большого года с вами. В жизни потихоньку происходят положительные изменения. Подскажите, сын Баяс хочет пойти служить в канадскую армию. Не опасно ли это лично для него? Нет, не опасно. Ничего такого плохого не увидел. Скажите, пожалуйста, как из Белоруссии можно оплатить ваши семинары? Не знаю. Я не занимаюсь финансовой деятельностью. Я не банковский служащий. Ничего не могу вам ответить. Я не знаю, как оплачивать мои семинары с территории Российской Федерации, с территории Белоруссии, или с территории каких-либо стран. Не знаю. Если у вас есть возможность, оплачивайте. Нет, не оплачивайте. Но вы должны понять. Я фактически, на самом деле, не заинтересован в том, чтобы у меня там кто-то покупал, кто-то не покупал. Хотите, берите. Хотите, не берите. Знаете, люди говорят, Андрей Андреевич, там очень много было таких комментариев. Андрей Андреевич, да вы не представляете, сейчас все, кто из России, все откажутся и все уйдут с вашего канала и так далее. Послушайте, уважаемые господа, да мне вообще все равно. Я этот блог, который я называю YouTube-каналом, веду из состояния, такого внутреннего состояния и желания помогать просто людям. А нравится, не нравится, уходи. Нравится, смотри. Я хочу вам сказать, что все равно придет время, и кто бы там куда ни ушел, все равно ко мне вернется. Почему? Потому что я единственный, кто возится с людьми, единственный, кто дает информацию. Единственный, кто может ответить на вопросы, единственный, кто попадает с ответами. Понимаете? А там уже что только не пишут, знаете. Не нравится я, что кого-то сильно держу или там, а ну-ка, не уходи. Да вообще все равно. Пусть хоть, пусть хоть все. Вообще все равно. Дело в том, что я зарабатываю на другом. Я зарабатываю не на инфобизнесе. У меня есть с чего зарабатывать, и я в жизни уже состоялся. Богдана Ткать Чичура. Зи святом вас и вашу родину. Скажите, будь ласкоши, чекай мою родину, на наступающем родче, если че стану я на кино, с бабуши встанете, да. В этом году для того, чтобы хорошо у вас в жизни все было, положите золотое украшение в бокал и пейте. Вообще кусочек золота в этом году на столе, это хорошо. Также есть правило 150-го градуса. 150-й градус. То есть у нас получается от 0 и до 360-ти градусов. Получается, это наш компас. Вот 150-й градус, это, по-моему, юго-восток, да. Широты, да. И вот этот 150-й градус, когда будете праздновать Новый год, поставьте перед собой пятиконечную звезду. и по направлению к этому градусу, лицом сядьте и смотрите в это место. И на протяжении вот этих праздников старайтесь, глядя в это место, смотреть и произносить просьбы. То есть говорить, пусть в моей жизни появится то-то, то-то. И делайте это до 9-го января. И до, по-моему, 4-го января, вот 150 градусов, а это ровно с обратной стороны. Можно смотреть с другой стороны лицом и произносить, заберите у меня то-то, то-то. И там будет та энергия, которая будет забирать. Елена Ходутова. Хочу законить права гражданской жены. Мой мужчина пропал без вести на Донбассе. Очень тяжело морально-материально. Как выиграть суд? Не выиграйте. Вообще. Даже не начинайте, вы только себя еще более сломайте. Махните рукой, ничего не получится. Вы живете в таком мире, где права человека никаким образом не рассматриваются. И это смерть для них ничего не значит, а вы уже ничего не докажете. Вообще даже не начинайте. Это только зря потерянное время и разбитое сердце. Зачем оно вам надо? В юности прочитал заговор на ветер, на приворот. Можно ли сейчас нейтрализовать и нужно что-то делать? Нет. Дело в том, что такие заговоры, в случае, если заговор результативно исполнился, то тогда уже делать ничего не нужно. В случае, если он не исполнился, то за много лет вы уже как-то им рассчитались. То есть, как болезнь отдали или так далее. Как нейтрализуется заговор такой? Делается это так. Человек говорит, я когда-то сделал этот заговор. Каюсь. Я никогда больше не буду его делать. И представить, будто тот момент, который вы представляете, сжигаете его на пламени восковой свечи, которая, кстати, должна стоять от вас по левую сторону. Здравствуйте, Андрей, смогу ли я в январе приобрести автомобиль? Скорее всего, да. Отрабатывал один месяц шестую ступень. Сколько еще практиковать? Переходите. Можете переходить на седьмую. Седьмая уникальная. Просто будете у вас там. Моего сына забирает неприватизированную квартиру. Отец его умер. Сын не прописан, но родился, жил там 9 лет. Квартира ОСББ, но мэр забирает. Квартира давалась бабушке от нее работать. Она умерла. Не получит квартиру. Не получит. Никак не вижу, чтобы получил. Сори. Здравствуйте, пожалуйста. В чем вы видите свое предназначение и призвание? Как вы поняли, что это именно они? Каким образом реализуете и то, и другое? Благодарю. Мое призвание и мое предназначение – это моя семья. Я вижу свое предназначение и призвание просто в своей семье. Какое мое предназначение? Я просто живу. Мне нравится жить. Мое предназначение – это жить счастливо и жить несчастливо. И я хочу, как обычный человек, прожить, состариться и умереть. Поэтому я не выполняю практик, связанных с молодостью, омоложением и всем остальным. Я не хочу жить долго. Я не хочу жить, может быть, там, мега богато и так далее. Но мне нравится то, что происходит. Я искренне обожаю свою жизнь. Мне нравится просыпаться и засыпать рядом со своей женщиной. Я обожаю своих детей. Мне нравится проводить вот такие вечера. Завтра будут праздники. Дети приготовили концерт. Будут выступать и мне что-то говорить. В чем мое предназначение? Прожить. Прожить и испытывать радость. Я занимаюсь йогой. Моя йога называется йога – получение от жизни радости. Вся моя система, она основана на теме такой, человек может добровольно испытывать радость или добровольно испытывать страдания. А жить-то все равно придется. Я для себя в какой-то момент понял, что я хочу прожить так, чтобы моим предназначением было прожить офигенно хорошо. И это офигенно хорошо не связано с деньгами, а связано с тем, чтобы были только-только великолепные, приятные и счастливые эмоции. Я выбирал женщину, которая мне нравится и с которой бы я хотел прожить. Я выбирал жизнь, которая меня вдохновляла. И всегда было, в начале было очень тяжело, потому что за плечами онкозаболевания, за плечами нищета и за плечами там поломанные руки, ноги и позвоночник. И в общем-то много всего. А сейчас великолепная жизнь. Несмотря ни на что. Я когда утром просыпаюсь, то я обычно начинаю делать так. Я начинаю восхищаться. Мне нравится это, мне нравится то, мне нравится, что я делаю, мне нравится обучаться, мне нравится запоминать, мне нравится близкие, мне нравится. И жизнь плавно стала расширять состояние нравится. Потом, со временем, слово нравится уже не нужно было произносить. И это, знаете, такой есть анекдот о вечном кайфе. Вот я живу в этом процессе. Со временем я понял, что это путь такой, который универсально может полностью изменить судьбу человеку. Знаете, как в еврейском анекдоте. Знаете, почему евреи всегда говорят, слава Богу, хорошо. Приходит мужчина к другому мужчине еврею, один еврей к другому, и говорит, слушай, Мойша, почему ты все время говоришь, все хорошо, ведь я знаю, у тебя не все хорошо. Он говорит, понимаешь, когда я говорю все хорошо, Бог видит это и говорит, ты еще не знаешь, как может быть хорошо, вот как сделаю тебе хорошо, поймешь, как может быть еще лучше. А если я буду говорить все плохо, то Бог скажет, ты еще не знаешь, как может быть плохо, вот сейчас я тебе покажу, как может быть плохо. Вы знаете, что-то в этом анекдоте есть. Я тоже так живу, я стараюсь жить так, чтобы мне жизнь нравилась. знаете независимо ни от чего независимо ни от чего независимо от того что может быть голодно за то же вы знаете в самом плохом почему я так решил мне когда-то было очень плохо и было настолько плохо мне сделали химиотерапию находился в Виннице вот так на шестом этаже или на пятом я находился там возле возле завода рошен там в каком-то доме я жил снимал квартиру и как раз Новый год был такие новогодние праздники я прошел химиотерапию мне вкололи тогда метатриксат доксирубицин там препараты очередную там я не помню она там 9 10 было готовили уже к операции должны были удалять там часть органов мне потом их удалили и в этот момент я подошел к окну и все все темное было снег речка но все темное и видно сахар поднялся потому что начала хотеть пить депрессия такая началась мне было очень плохо болел живот ноги и вены голова и так далее и ничего не хотелось но пришла идея что жить то все равно хочется что все равно жить хочется и жить хочется и можно с чего-то выкарабкиваться то есть для человека тогда был выбор вот я его так воспринимаем можно было закончить и махнуть рукой а можно было ради чего-то прожить и вот я нашел возможность сказать себе что я еще хочу мне хочется и весну увидите хочется и знаете плюсов было много их просто до этого не замечал а ведь мне было где жить и у меня была одежда у меня были деньги на то чтобы еду купить я не был голодный имел деньги чтобы проходить дальше лечение имел стабильную работу имел но не видел мне казалось что все абсолютно плохо а вы знаете что даже если очень плохо то все равно надежда и все равно возможность того что ты все равно еще один день проживешь это великолепно правда это великолепно люди забыли что такое жить люди забыли что такое жить уже говорить о жизни счастлива многие даже не понимают этого ищут какие-то цели предназначения знаете мне интересно леонардо да винчи искал предназначение скорее всего нет скорее всего ему нравилось писать картины он делал это медленно но очень отрабатывая вновь и вновь каждый штрих знаете когда-то у шостаковича спросили о нет нет у бетховена спросили как вы начали писать так прекрасно музыку это ваш талант он говорит нет нет это никакой не талант я просто научился во время нажимать нужными пальцами нужные кнопки а так вообще я обычный человек вот я хочу с этим согласиться потому что если вам нравится вязать и вы будете каждый день тренироваться вы будете вязать самые прекрасные какие-то изделия случае если человек занимается математикой и у него есть творческое начало он сможет дальнейшем развить занимаясь этим постоянно защитить там докторскую диссертацию или сделать какие-либо открытия и так же и физики математики в музыке и в чем угодно знаете какое предназначение предназначение это упорная работа над чем-то упорная на работа когда человек горит когда человеку нравится когда человек этим восхищается вот так у меня школа получилась меня вдохновляла а в свое время заставила меня искать вот почему я начал заниматься эзотерикой дело в том что объяснение везения не существует то есть объяснить почему одному человеку везет а другому человеку не везет невозможно можно как бы определить кому будет вести используя там астрологический прогноз карты натальной или там психологические какие-то концепции человека наработки но все равно знаете из хорошей семьи может не вестись плохой может вести там счастливому может не вести несчастным может вести ну и есть тотально везучие люди есть невероятно везучие люди я это называю фортуна вот нет таких людей которые бы сказали что я не верю в то что одному человеку везет а другому человеку не везет объяснить это как-либо с позиции обычной человеческой или физической жизни невозможно я для себя решил что вероятно это все находится не на поверхности видимой и решил этот материал изучать и в дальнейшем из этого всего сформировался целый ряд выводов он логический диалектический там какой-то моральный эстетический и так далее то есть ряд выводов и вот я начал думать что вести то может в деньгах в любви в здоровье еще в чем-то и это имеет свои отдельно персонифицированные такие индивидуальные выводы то есть везет в деньгах и это отличается от того как везет в любви или везет здоровье это отличается от первого и второго то есть вот это все это уже магические элементы то есть объяснить это с позиции видимого или с позиции физических психологических там или математических идей невозможно даже исследуя это по принципу допустим энтропии там возникновения упорядочивания то есть ну очень большое количество всевозможных событий и вот так объективно создать какую-то там математическую модель но по принципу хотя бы тех знаний которые существуют на сегодняшний день невозможно поэтому я решил исследовать это с позиции эзотерической и из этого всего выросла такая идея то есть по идее чему я обучаю своей школе я обучаю тому как быть более везучим человеком и объясняю как нужно изменить свое мировосприятие или мировоззрение чтобы быть более везучим так на первой ступени более везучим деньгах на второй более везучим в любви на третьей более везучим там в своих устремлениях на четвертый найти в себе какие-то чувства чтобы найти нового себя как бы по-другому воспринимать себя в жизнь на пятой включить в себе творчество энергию чтобы не засыпать находить всегда осознавать себя находить радость не только внутри своего тела не только физическом теле находите ее еще вне себя находить свое сознание и вокруг сознания найти тот мир который доставляет больше радости чем еда и наркотики то есть вот это основа или основная задача которая была мной реализована в этих двухсот десяти часах моей информации которые называются семью ступенек юрий прудов подскажите пожалуйста как вы понимаете термин бог творец я понимаю термин бог творец с позиции бесконечного проявления по отношению к человека любви и наслаждения если человек своим сознанием закрытыми глазами увидев свое сознание отделит его и начнет наблюдать за этим сознанием то в этом сознании будут появляться мысли если человек осознав эти мысли их появления отодвинется и выскочит за пределы того места где это проявляется то он попадает в бесконечный элемент чувственного или потока бесконечных волн наслаждения вот это все что находится вне нас и вне нашего сознания вне наших чувств это все потоки бесконечного радостного восприятия весь мир соткан из бесконечной радости и мы не можем к этому прикоснуться необусловленной бесконечной любви по моему мнению бог и творец есть бесконечная необусловленная радость которая всегда находилась находится есть и будет зачем бог создал человека смотрите существо которое не имеет физического тела которое всегда но если можно назвать существо то есть позиции человека это существо после человек сам существо у нее есть оболочка есть время то есть время влияет на физическое тело физическое тело стареет умер а бог это существо у которого нет тела которое было есть и всегда будет существовать скажите если существо которое является творцом и богом всегда существовало то есть ли у него какие-либо пожелания ответ такой существо которое может что-либо сделать и что-либо не сделать не нуждается в чем-либо согласны то есть фактически можно сказать что если бог всегда может иметь все что он захочет то тогда для того чтобы ему что-то делать нужно ли что-то делать и тут такой вопрос для того чтобы что-то делать должна быть мотивация и для того чтобы что-то создать нужно мотивация зачем создавать что-то если можно не создавать ничего и тут такой вопрос тогда зачем это делается 100 существо которое все имеет имела и всегда будет иметь всемогущая ответ такой скорее всего для того чтобы получать от этого удовольствия почему потому что существо которое все имеет и всегда все имеет и всегда будет жить она может жить только путем создавания чего-то что ему будет нравиться и уничтожением чего-то что ему не нравится тогда можно сказать зачем человек создал зачем бог создал человека Бог создал человека, потому что человек ему нравится. И как человека наказывают? В случае, если человек страдает, ему укорачивают жизнь, заставляют его умирать. Почему? Бог и человек, как написано в Библии, создал себя по имени, образу и подобию. Поэтому, когда человек живет, то он должен стремиться к тому, чтобы испытывать от жизни радость и испытывать счастье. Почему? Таким образом выражается благодарность. По отношению к тому миру, который создал Бог. Таким образом, в случае, если человек не испытывает радости, он оскорбляет энергию Творца. Ну, в общем-то, вот так. Здравствуйте, Андрей. Допустим, это некая проблема, которая возникает у человека, который пробует снимать информацию или пробует быть ясновидящим человеком. Когда человек, который занимается истновидением, говорит, вот, допустим, два вида людей. Одни прожили в Советском Союзе, одни прожили в Америке. И они должны снять информацию, какой предмет подарили какому-либо человеку. Итак, один человек. А этому человеку подарили сникерс. Но тот человек, который живет в Советском Союзе, он скажет, это какая-то коробка, и там что-то в этой коробке лежит. Может быть сладкое. А может быть просто коробкой, на ней что-то цветным написано. Ему говорят, это можно съесть. Он говорит, я не знаю, но коробка есть. А тот человек, который из Америки снимает информацию, он скажет, ему подарили сникерс. Потому что на этой пачке написано сникерс. То есть это сникерс. Так человек, который не проживает жизни в счастье и страдании, не снимет никогда информацию, как может человек страдать от того, что он страдает. Если человек, и вот увлеченно изучая жизни других людей, проживая жизнь необычную, встречаясь с большим количеством людей, контактируя с огромным количеством людей, видя жизни других людей, соотносяя их лица с этими событиями, не знаю, имея какие-то чувственные эмпатические наблюдения внутренние, человек воспитывает и обучает таким образом свое подсознание. У него появляется некая такая библиотека образов, которая в дальнейшем почему-то объединяется в виде таких, может быть, семантически-симпатических или там синаптических каких-то выводов подсознательно. И в дальнейшем выдает человеку такую информацию. Но в большинстве своем случае, если у человека, если человек замкнут и ни с кем не общается там, то он и не снимает информацию. Дело в том, что чем больше информации человек в себя поглощает, какой угодно, гуляет по улице, стоит на базарах, работает врачом, очень много читает или смотрит даже сериалов, я не знаю, в общем, чем больше информации, тем легче такому человеку в дальнейшем снимать информацию. Знает много людей, знает их судьбы, интересуется этими судьбами и так далее. Вот это и называется быть, наверное, ясновидящим. Ясновидящий – это тот человек, которому интересно. Интересно, как живут другие люди, интересно, как изменяются судьбы. Меня зовут Ольга Николаевна. Но не нравится ни имя, ни отчество. Как изменить на Елену Александровну? Стоит? Стоит. Будет хорошо. Ну, ничем жизнь не изменится. Я уже говорил, что от изменения имени жизнь не меняется. А вот фамилия может изменить жизнь. Как сложатся взаимоотношения у сына с женой? Есть сложности? Не очень хорошо сложится. Я обучаюсь продажи недвижимости, но пока не активно, не получается совмещать с работой. Ага, 19.03, буду уходить сейчас. Получится ли продавать недвижимость в году? Не получится. Скажите, пожалуйста, будут у меня переезд в этом году или стоит ли переезжать? Стоит переезжать. Помогите мне, пожалуйста, 19-го было 8 лет, как погиб мой муж. Все это время он мне снится. Там во сне, я не понимаю, что его нет в живых. Там обычная жизнь. Это то, что у вас происходит, закончится. Скорее всего, до марта месяца. Когда снится муж, то нужно взять какой-то предмет, который ему больше всего нравился, и кому-нибудь подарить его. Второе. Для того, чтобы люди, которые снятся, не снились, нужно что-то, что вот очень ему нравилось. То есть, там, коллекция или, там, любимая вещь. Ну, ее нужно вынести из дома. Ну, и то, что снится, в этом ничего плохого нет. Знаете, снится это хорошо. Это говорит о том, что вы не черствый человек. Что вы помните, что он в вашем сердце. Пусть лучше снится. Точки можно водить машину. Какого цвета лучше? Можно водить, а цвет лучше светлый. Светлые лучше, чем темные для девочки вашей. Здравствуйте, добрый вечер. Стиличная дочь попросила канал на ютубе. Хочет быть блогером. Насколько это безопасно? Совершенно безопасно. Все в порядке. Я осталась одна, но мне переедет дочь или нет. Живу в Крыму, она в Украине. Переедет. Как получить духовное имя? Проходила первую ступень и первую, вторую бесплатно. Очень устала от порчи из глаза. Человек не может получить духовное имя, если он проходил бесплатные ступени. Если вы платную прошли ступень, то вы можете написать мне в Телеграм, я вам отвечу. Как связаться со мной? Обращайтесь к оператору, на его сайт Адуй Когуру и просите, чтобы я дал вам духовное имя. И она вам дает духовное имя. Она мне напишет вашу фамилию, имя, отчество. Я напишу духовное имя и вам передам. А сейчас не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите, внизу есть такая штучка, она называется лайк. Также, когда закончится сейчас данное видео, обязательно оставьте свой комментарий, что вам дала из Атарийской школы Кайласа. Также буду очень признателен, если вы поддержите и поздравите всех учеников из Атарийской школы Кайласа с наступающими праздниками, уже наступившими. Помните, что, как в песне поется, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется? Так же и в нашей жизни. Чем больше вы гадостей пишете, тем больше гадостей в вашу жизнь придет. И чем больше радостных элементов вы пишете и пожеланий кому-либо, тем больше этой радости в вашу жизнь придет. Поэтому сегодня вы можете написать комментарии, как плохие, так и хорошие. После окончания данного видео можете писать плохое. Я не обижаюсь. Если вам необходимо это выплеснуть, пожалуйста. Это все поднимет все равно данное видео. Люди начнут знакомиться в дальнейшем с эзотерикой моей, эзотеристской школой Кайлас. И моя мечта, чтобы у людей произошли изменения, и они исправили свою жизнь и были более счастливы. Мне бы хотелось, чтобы люди жили хотя бы немного на жизнь, которая похожа на мою жизнь. Она у меня прекрасна. Я радуюсь. Мне нравятся близкие. Мне нравится жизнь. Я хочу жить. У меня есть энергия. У меня получается заниматься целительством. У меня материально хорошая жизнь. Я помогаю близким родителям в семье, в СССР, в СССР и так далее. И у меня много знакомых, много друзей. Что еще надо мужчине? У меня великолепная интимная половая жизнь, хотя уже 50 лет. И я могу сказать, что в своей жизни я абсолютно доволен, счастлив. У меня не бывает депрессии, не бывает каких-то стрессов, нервных состояний. Ну вот война с Россией только. Стрессуем ежедневно, когда там эти тревоги и так далее. И мне бы хотелось, чтобы люди были более успешными, более везучими. Именно так, именно для этого я и создавал свое направление. Проходите сейчас бесплатно. Выложена первая ступень из атерийской школы Кайласа в Ютуб. Можно проходить это 10 дней первой ступени. Там порезаны они, по-моему, 80 видео. Они бесплатные, их можно проходить, смотреть. Даже небольшое изменение философии отношения вашего к жизни, в которой вы живете, способно дать вам возможности быть более успешным и быть более счастливым. И иметь больше шансов для того, чтобы изменить свою судьбу и сделать такую для себя жизнь, чтобы она вам в дальнейшем нравилась. Нет таких эзотерических практик, которыми можно щелчком, плевком или шумом, или там еще чем-то изменить судьбу. Дело в том, что магия без философии не действует, как и философия без магии тоже. Поэтому изучать необходимо в тандеме эзотерику, философию, психологию, саморазвитие и где-то мотивации, коммуникации и так далее. Обучение всем этим системам позволяет человеку в комплексе не изменять свою жизнь и понимать, как работает сама эзотерическая система. Нет такого одного какого-то мега-метода или там мега-медитации или еще чего-то. Еще раз. Я сейчас закончу этот вебинар. А вы не в чате пишите, а потом в комментариях к этому видео. Договорились? Потому что сейчас закончится видео и закончится чат. Также подписывайтесь на мой канал. Я желаю всем в новом году счастья, любви, радости. Пусть близкие ваши не болеют и не умирают. Пусть все, кто хочет иметь детей и хочет родить детей в этом и в следующем году, вернее, смогут их зачать и родить, и выносить и родить. Пусть те, кто болеет, выздоровеют. Пусть те, кто хочет купить для себя имущество, наконец-то его купят. Пусть то, что вас вдохновляет, восхищает, появится в вашей жизни. Пусть одинокие найдут семью. Пусть близкие ваши помирятся, если они до сих пор еще дуются на вас. Пусть страдания уйдут из наших стран. Пусть придурки и вруны, наконец-то, освободят власти. Разумные люди построят великолепные государства. Стыдно в 21 веке жить в нищете, в бедности, в ужасе и заставлять окружающие страны хотеть жить в таком же мраке. Пусть, наконец-то, хорошие и добрые люди, не брехуны, приходят во власть и управляют теми людьми хорошими, которые способны себя изменять. Все начинается с души человека. Когда душа хорошая, когда человек добрый, вокруг него становятся люди хорошие и добрые. Эти люди воспитывают своих детей, которые, в свою очередь, воспитывают близких. Своим примером, путем разрастания, в горизонтали, рассеивание такой доброты приводят к тому, что в дальнейшем мир становится добрым и хорошим. И не черствеет, и не обнуляется, и не становится черным, не становится миром черни, тьмы и лжи. Начинать всегда необходимо с себя. Так, где-то потерпев, так, где-то промолчав, так, проявив доброту и теплоту, так, проявив заботу, человечность, так, проявив мудрость, мы становимся примером доброты, тепла, семейственности, человеколюбия, милосердия для других людей. Со временем с нас начинают брать пример, стремиться к тому, чтобы жить, как мы. И вот такие люди со временем могут изменить весь мир. У нас всегда есть возможность выбрать свой путь, быть на стороне тьмы, ругаться, обманывать, беситься, изменять, кричать, бухать. Либо на стороне света заботиться, мирить, любить, обожать, быть добрыми. Не обижать, восхищаться и жить. Так что сделайте свой выбор. Еще раз, всех с праздниками и несколько слов. Не забудьте 30% сегодняшнего дня на все инфосеминары. Поэтому переходите на мой сайт Дуйку Гуру и будем вместе изучать дальше мою уникальную эзотерику. До свидания, будь добрым. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...